здравствуйте мои дорогие телезрители и мои подписчики на канале youtube голова садовая и мы продолжаем цветочную тему именно тех цветов которые могут быть посеяны под зиму чтобы весной нам было когда заняться все-таки другими делами правда приходит весна и ты понимаешь что да там еще не подкопано там не вскопано там не посеяно там рассада уже на пятки наступает все надо высадить и мы совершенно не имеем времени для того чтобы посеять многолетние культуры так вот сейчас осенью определите место пускай подмерзла почва ничего страшного заранее сделайте круглые рабаточки длинненькие круглые грядки все что угодно где угодно вы потом можете это пересадить но посеете пожалуйста под зиму да под зимний посев несколько отличается от весеннего почему потому что количество семян используется несколько большие потому что слабенькие дохлые которые весной взойдут и не уму не сердцу вырастут не цвести не расти не хотят то вот под зимний посев не позволит растениям это сделать выживут только сильные и хорошие экземпляры и речь пойдет сейчас не просто о цветах это колокольчики обалденные просто вот обожаю и и конечно малевые ну посмотрите какая красота буду брать по одной пачке и показывать начнем с малев знаете песню да черные глаза вот они черные глаза вы что-нибудь подобное видели да время бежит так быстро а вот оригинаторы как их называют правильно те которые занимаются выведением новых сортов они конечно превзошли самих себя но это мыслимо такого цвета вот если бы это было одинокое растение вряд ли она бы выглядело так красиво но учитывая что таких растений и расцветок настолько много причем не простых как черные глаза а совершенно махровых посмотрите это чудо и это не не то слово чудо причем мальва она может быть многолетней однолетней двулетней малолетней и так далее любые многолетние двулетние мальвы и однолетние могут не пропасть окончательно они прирастает их розетка рожками так же как земляника например и они снова на следующий год на этом месте появится ваша задача осенью вот эти великолепные шапки укрыть почему осенний посев и почему я всегда на этом настаиваю да потому что растения посеянные вот сейчас осенью поздней они прекрасным образом начнут расти весной и может быть к осени зацветут но если они не зацветут то на следующий год вы получите такие крупные экземпляры цветов уж уверяю что анютины глазки до виола как она правильно называется она потрясающе хороша когда посеяна под зиму это правда очень и очень красиво а те ваши усилия непонятные мне когда вы сеете рано весной в ящике на рассаду подобные цветы господи боже мой они не затвести как следует не могут не подрасти как следует не могут потому что у них вся сила знаете они в растерянности а что делать то сезон не кончился выросла зеленая масса оказывается лето не кончилось поэтому происходят странные вещи и они не растение цвести правда не могут так как им положено значит следующие цветы это все-таки колокольчик колокольчик настолько хорош но требует немножко внимания и укрытия можете посеять рано-рано весной подготовив сразу место с осени вы поймите что им надо время чтобы сформировать розетки опять же и чем мощнее будет розетка листьев тем конечно и цветение на следующий год будет просто изумительным но и колокольчики они же не просто там то что на полях хотя тоже очень красиво есть смысл и оттуда из леса слуга перенести в сад хотя бы один корешок аккуратно его выкопав с большим комом земли посмотрите вот это называется чашка с блюдцем размер ну примерно вот такой вот да вот эти колокольчики посмотрите какие они хорошенькие а насколько они махровые узнаете могу часами говорить про подобные вещи и не устану никогда это то что не просто украшает сад это необычные цветы и когда вы увидите у соседки такие колокольчики то сердце ваше дрогнет а вот эти вот это многолетние один раз посадите и никогда не потеряете в своем саду они могут даже подсеяться сами это колокольчик скученный а это колокольчик по моему карпатский да это сорт называется белогорье а этот называется флиппер да у него очень много цветоносов из розетки листьев причем цветок не только на а их несколько на стволе и колокольчиков так много что они образуют вот такую шапку такого фиолетово-синего цвета это правда очень красиво и все-таки я настаиваю что посев делать лучше подзимний во-первых торопиться уже некуда то мы же там все уже сделали а во-вторых если и весной то очень рано пока еще мы не высеиваем и не высаживаем другие культуры вот тогда у вас все получится тогда ваш сад он будет таким как вы сами ну может мы не все красивые снаружи но внутри то точно красавицы пожалуйста постарайтесь без цветов жить нельзя я это точно знаю всего вам доброго и до свидания а